Моя хата с краю. Житель микрорайона Кунгей устал ждать, когда до его дома, находящегося на самой окраине, дойдут благо цивилизации и начал действовать. От солнца и ветра он получил электричество, а из городского строительного мусора решил построить дорогу. Из-за этого он попал под прицел экологов и полицейских. Теперь ему грозит крупный штраф. Ирина Вобичевич расскажет подробнее. То, что микрорайон Кунгей доходит почти до поста на выезде из Караганды по Спасскому шоссе, мало кто знает. А здесь, как выяснилось, живут люди. Добраться до самого крайнего дома оказалось нелегко. Скоро эта дорога окажется под водой, но пока еще можно ехать. Уже у меня возраст, нету здоровья. Как бы бороться с этой стихией, то снежной, то паводки. И все это уже как бы подрывает мое здоровье. Мурат Мусатеев – коренной карагандинец. Он из династии шахтеров. Сам отрубил в шахте 15 лет. Сейчас работает на коммунальном предприятии. Четыре года назад решился купить недостроенный дом по сходной цене, так как других возможностей улучшить жилищные условия не было. А в семье пятеро детей. Теперь, говорит, даже страшно вспомнить, как решился на такое. Четыре года без света. Вот у меня здесь такое приспособление. От ветра мы получаем свет и от солнечных лучей получаем солнечные батареи. Все от природы. Насколько хватает этого электричества, чтобы что освещать? Это только для комнат, чтобы не ходить в потемках. Типа только для освещения комнат. Больше ничего не хватает. Ни холодильник, ни телевизор, ничего мы не пользуемся. Мы не видим это. Живем как в древнем мире. Зимой вместо холодильника используют яму в виде погреба. Воду привозят, благо интернет ловит, так что дети занимаются исправно. Так и живут муж, жена, пятеро детей, две собаки и кошка. До соседей зимой не добраться, да и чужаки сюда не забредают. Дорога, по которой мы приехали, собственноручное творение Мурата. Он ее отсыпает, чистит. Но зимой частые переметы отрезают путь. Который мы ехали, это я тоже сам построил. Она такая цепная, просто с грунта, но она низкая, она засыпается. И когда паводок приходит, здесь заливают водой. Невозможно ездить. Это надо ехать на моторной лодке. Сейчас вот паводок придет с этой стороны, со всего Кунге, вода сюда скапливается, топит мой дом и идет вот эта дорога вниз. Бураны мы оставляем технику, километр вот на трассе и пешком идем по снегу. С детьми, с родителями вытаскиваем так вот. Чистят у нас, нанимаем. Во воле и то хоть дороги чистят, хоть смотрят там. Есть какой-то Аким. А здесь у нас в черте города живем, и мы живем как хуже Аула. Никто нам не обращает внимания, сколько жаловались, ходили. Здесь собирали подписи. Никто ничего не хочет сделать. Натерпевшись в первую зиму, мужчина решил сам строить дорогу. Нашел схему, чтобы не нарушать ничьи границы, стал покупать строительный мусор, отсев у дорожников. И вот за три года отсыпал часть основания, ведущего к магистрали. По его проекту дорога не может подходить к основной, а имеет отвод к степной дороге. В оконцовке я начал сам строить, и теперь власти мне препятствуют. Ты, говорит, не имеешь права строить, ты, говорит, нарушаешь экологию. Там мне с грунтом привезли дрова, как бы деревья поломанные. Я, говорю, их уберу, я строю это не с дров, а с грунта. И начали штрафовать меня. Мужчина подал документы на узаконивание строительства только после того, как на него обратили внимание. Данное заявление об разрешениях по отсыпке автомобильной дороги микрорайон Кунгейт нам не поступало. Только после вашего сюжета сегодня к нам поступило данное обращение. Мы будем его рассматривать. В случае отсыпки проезжей части соответствующим материалом, то есть это грунт или щебень без мусора, будет рассмотрено данное заявление. Мурату Мусатаеву требовалось заранее согласовывать строительство. Пути прокладывания дороги должны соответствовать плану детальной планировки. Дорогу нельзя отсыпать мусором, а только фрезерованным асфальтом или щебнем. Никто наказывать Мурата не собирается. Если все соответствует, то разрешение на продолжение стройки дадут. Насколько мне известно, там сейчас идет активная застройка, в связи с чем и подсоединение сетей идет к частным жителям, к частным домам. То есть строительство дороги в данном районе нецелесообразно. Если мы сейчас там дороги все построим, нам их обратно раскопают. Действительно, в данный момент при покупке данного участка он это видел все, он сам осознанно же шел. Что на сегодняшний день дороги там нету, где-то по коммуникациям возможно. А сейчас идет активное освоение данных участков. Думаю, мне нужно какое-то время подождать.